Ох, отчаянные вы, девчонки! А война, она такая плотная. Посмотришь на нее нашими бабьими глазами, и оно страшнее страшного. Помните, ехали в теплошках, и все бойцы над нами смеялись. Вы, говорят, оружие, как, да я не знаю, как показать, да, говорит, да, кукол держите. Смеялись все. А все кричат, война, война. А я думаю, какая война, если у меня через неделю в мединституте экзамены, экзамены. А что может быть важнее экзаменов? Ну, это война. А через неделю уже такие бандюшки начались, и мы спасали раненых. И вы знаете, мне казалось, что три курса мединститута это уже что-то в наше время. А в первые дни войны я столько крови увидела, девочек, что стала ее бояться. вот тебе и пол врача, вот тебе и петерна врача. Ань, а ты своего первого раненого помнишь? Катя, да как сейчас. Я, я помню, тащу его, тащу и так тихонечко, только не умирай, только не умирай. А потом перевязываю, мой. Шепчу что-то ему ласковое, плачу. А тут командир проходит и так на меня накричал, даже с матом, что... Почему? 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 Так говорит, ты одна, а бойцов-то... Бойцов-то много. На всех не хватит, нельзя. А я, девочки, как сейчас, помню его лицо. Вы понимаете, у него... У него открытый перелом. Средние части бедра, осколочное ранение. Пусть торчит. Я, понимаете, я теоретически знаю, что надо делать. Помню, когда к нему подползла и увидела это все. Стыдно сказать. Девочки, у меня затошнило. И вдруг слышу голос с сестренкой, успокойся, попей водички. Это мне мой раненый говорит, девочки. Желень. И после этих слов я как опомнилась. Так стыдно стало, думаю. Ах, ты чертова тургеневская барышня, а? Люди, люди на войне гибнут, а тебе тут нежное создание плохо, видите ли? Ну, забралась, я взяла индивидуальный пакет и, в общем, ну, сделала все как надо, да, ну, закрыла. Ну, еще бы, ты же у нас такая умница. Ты, ты по-другому, ты не смогла бы. Не уверена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова